Меньше трех недель осталось до празднования Дня Великой Победы. Ставрополь продолжает подготовку к 72-й годовщине и организует для горожан множество интересных мероприятий. Их обсудили на городском организационном комитете в администрации Краевого Центра. Одно из мероприятий традиционно пройдет 9 мая – Бессмертный полк. В этом году он обещает быть еще масштабнее. Ставропольцы уже начали готовить штендеры с фотографиями своих воевавших родственников. Кстати, в этом году в городе работает 20 точек, где их можно заказать. Их адреса можно найти на официальном сайте администрации Ставрополя. Новой в этом году станет акция «На волне Победы», в рамках которой песня «День Победы» будет звучать одновременно по всему городу. Ее будут петь, а также транслировать во всех СМИ. Мы все будем с вами петь песню «День Победы» 9 мая в 18 часов. Три площадки будут работать в нашем городе. И все средства массовой информации, как радиостанции, так и телекомпании поддержали нас в этом проекте. Кроме того, в Краевой столице 9 мая будет организована традиционная фронтовая палатка, выступления тысячного детского хора, солдатская кухня и многое другое. А завершится День Победы праздничным концертом и традиционным салютом. Не буду открывать всех секретов, но те, кто придет и вечером послушает выступление Стаса Пьехи и затем посмотрит праздничный салют, праздничный фейерверк в нашем городе, я думаю, будут приятно удивлены, потому что подготовка, подготавливается салют специально для нашего города. Он заказан, он будет очень необычным в этом году. Празднование Дня Победы не ограничивается 9 числом. Так в Краевой столице уже стартовал автопробег «Эх, путь-дорожка фронтовая», который провезет масштабную копию Знамени Победы по всему краю. Кроме того, 29 апреля интересное мероприятие ждет велосипедистов «Веломарш Победы». Стартует 29 апреля в День Единых Действий с площади 200-летия нашего города в 11 часов дня. Приглашаем вас всех принять участие, приходите изготовить Знамена Победы, посмотреть на показательные выступления лучших велосипедистов нашего города и, конечно же, совершить этот марш-бросок по весенним улицам Ставрополя. Обсуждая на заседании оргкомитета основные моменты праздничных мероприятий, глава города нацелил собравшихся уделить особое внимание охране общественного порядка, а также обеспечить высокую организованность в проведении массовых акций.